Дорогие братья и сестры, вот мы собраны здесь, ну такое специальное у нас общение. И я точно знаю, что было время, когда, конечно же, никто из вас не думал, что придется быть на таком общении. То есть, никто не представлял себя в роли или в числе вдовы, вдовца. Каждый думал, что у меня жизнь будет хорошая, прекрасная, и начало, и юность, и потом дальше. И представляли для себя красивую судьбу, особенно те, которые, ну, может, с детства верующие Господу служили и ожидали от Господа счастья, благословений в жизни. Но почему-то произошло так, и сегодня вот есть то, что есть. И как вот мы воспринимаем судьбу свою, вот эти обстоятельства, и как чтобы нам, ну, в Господе нашем не усомниться, в милости Его, в милосердии Его, в любви Его к нам. Вот об этом есть переживание. И я хочу немножко тоже порассуждать об одном библейском образе и взять некоторые уроки, вот применительно к сегодняшнему нашему общению. Брат Петр читал о двух сестрах, Анне и Наимине, Руфи. А я хочу прочитать про одного брата, но урок и назидание в нем, в этом образе, будет и для сестер, и для братьев. Книга пророка Иеремии, глава 15. Я прочитаю стихи с 16 по 21. Иеремии, 15 глава. Обретены слова Твои, и я съел их. И было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющей на мне рукою Твоею я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня негодование. За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? На сие так сказал Господь. Если Ты обратишься, то я восставлю Тебя, и будешь предстоять пред лицем моим. И если извлечешь драгоценно изничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к Тебе, а не Ты будешь обращаться к ним. И сделаю Тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против Тебя, но не одолеют Тебя. Ибо я с Тобою, чтобы спасать и избавлять Тебя, говорит Господь. И спасу Тебя от руки злых, и избавлю Тебя от руки притеснителей. Братья и сестры, многим из нас знакома судьба этого человека, пророка Иеремии. Было время, когда Господь в ранней юности призвал его к себе и удостоил большой чести быть пророком Господним. Вы послушайте, как здесь сказано. Обретены слова Твои, и я съел их. То есть Иеремия принял от Господа Слово, доверил Господу свою жизнь. И было Слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего. Такое счастливое, прекрасное начало, такая благословенная юность. В ранней юности призван Господом, сподобился откровений от Господа, определена доля славная быть пророком в народе Господнем. Иеремия очень радуется. Он рад, что он познал Господа, рад, что Слово Свое Господь к нему обратил, и что его судьба имеет такое благословенное начало и такой хороший правильный ориентир. И сказано, в чем самая большая радость его, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. «Господи, я так рад, я так счастлив, что я Твое дитя, что я ношу Твое имя, что Ты избрал меня из многих и сделал и детем Твоим, и вестником Твоим в этой жизни». Можно порадоваться вместе с ним, братья и сестры, но эта радость, радость была еще непроверенная жизнью. Радость была еще неиспытанной скорбями, неиспытанной обстоятельствами. Призвание Божье, оно определило судьбу пророка, но не все так просто. Братья и сестры, с одной стороны, наша жизнь, мы говорим, очень коротка, а с другой стороны, она не очень коротка. И через многое нужно пройти, и многое нужно испытать и изведать. И такими длинными бывают дни, даже дни, которые кажутся неделями, а если это длится годами, и скорби, и беспросветность, и тяжесть. И здесь, здесь вот испытывается наша утвержденность в нашем Боге, как оно испытывалось в судьбе пророка Иеремии. «Слово Твое было мне в радость, я принял его веселье сердца». Господь говорит, не говори, что я молод, пойдешь и будешь говорить. И он пошел и начал говорить, и так сильно все принимали, так сильно каялись, да? Совсем получилось не так. Это призвание Божие, оно определило трудную судьбу для пророка Иеремии, потому что вестники истины никогда не были признаны большинством, и истина никогда не была желанной для многих. И поэтому долей этого пророка стало частое непонимание, одиночество, насмешки, клевета, вражда многих, угрозы физические для жизни, страдания физические, когда едва не утонул там на дне этой глубокой ямы в грязи, и так далее, так далее. И годы сменяются, чередой проходят, а в судьбе его ничего не меняется. Как будто бы я всем должен, как будто бы я всем давал в рост, и теперь все с меня требуют. Он говорит, никому не давал я в рост, и мне никто не давал под проценты, а все меня проклинают. И однажды ему стало сильно жалко себя. И он в своей судьбе и в своем уповании на Бога едва-едва не разочаровался. И даже такие слова, можно сказать страшные слова, он говорит, неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою. То есть я за тобой пошел, ожидая, что ты удовлетворишь мою жажду. А я иду, иду, и мне кажется, что как мираж, вместо наслаждения жизни, вместо счастья, я ощущаю пустоту и неудовлетворенность своей души. Как это страшно, и как это опасно, братья и сестры. И чем помочь такому человеку? Человек на полшага от разочарования в жизни, от ропота, от недовольства, от отчаяния и тупика. А, братья и сестры, в таком состоянии оказался и этот великий муж Божий. И неудивительно, когда что-то близкое к этому постигает и нас. Я хочу немножко обратить внимание на причину, которая, на мой взгляд, послужила поводом или причиной к тому, почему он оказался в таком положении или в таком состоянии. Вот он говорит здесь, в 17 стихе, «Под тяготеющей на мне рукою Твоею я сидел одиноко». Братья и сестры, что больше всего тяжело и что очень трудно переносить, и что очень близко к нам, ко всем людям, я скажу, ко всем людям. Ну, а к вам, друзья, собрано на это общение особенно знакомо и близко это чувство, это чувство одиночества. И от одиночества, от непонятости, от невостребованности своей, а пророк Иеремия очень устал и вот оказался в таком тяжелом состоянии. Но, братья и сестры, одиноки, люди одиноки бывают по двум причинам. Я хочу, чтобы мы их для себя усвоили и запомнили, и могли правильно воспринимать свое положение. Первая причина, почему люди бывают одиноки, это потому, что, ну, вот они действительно одиноки. Вот пророк, я поясню потом, как это. Вот пророк Иеремия, вот он действительно не понят. Судьба у него не такая, как у всех. Не сидел в собрании веселящихся и смеющихся. Вот так вот как-то судьба его пошла, ну, сложно и тяжело. Не так, как у большинства. И вот это вот то, что не так, как у большинства, оно бывает трудно воспринимать себя. Вот кто-то оказался лишенным близкого человека и тоже одиночества. Кто-то не вышел замуж, сестры, и тоже остались одинокими. Братья и сестры. Но это одиночество, оно еще не значит, что ты будешь одинок. Есть книга, недавно вышла с прекрасным названием в нашем издательстве. «Одна, но не одинока». Знакомы с этой книгой, да? Эта книга посвящена сестрам, которые не вышли замуж. И там очень хорошие беседы, статьи братьев. Но смысл какой? Одна, но не одинока. И такое одиночество, это еще не есть одиночество, если в своем одиночестве ты не теряешь связи с Богом, ты не теряешь общения с Богом, и сердце твое направлено на Бога, устремлено к Богу. И в Боге утешение, в Боге отрада, в Боге сладость и мир. Подобное обстоятельство пережил когда-то апостол Павел. Чудесное место. Я зачитаю его. Второе Тимофею, 4 глава, 16 и 17 стихи. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня». Такое чудесное слово. Все меня оставили. Чувство, горькое чувство, одиночество, оставленности. Когда оставлен ли? Оставили в такое трудное для меня время. При первом моем ответе. Вероятно, Павел был под следствием арестованный. И его вызывали на допрос или там какое-нибудь слушание о суде было. Примерно что-то подобное. И оказалось, что никого из братьев, сестер не оказалось рядом. Тех, которым он жизнь свою посвятил, среди кого прошли его годы, который жертвенно отдавал себя этим людям. И вот апостол Павел оказался в такой трудном периоде всеми оставленный. Что у него в душе? Обида, возмущение, ропот, огорчение на братьев и так далее. Братья и сестры, нет. Чем утешается? «Господь же предстал мне и укрепил меня». То есть, один, но не одинокий. Одна, но не одинока. Когда сердце видит Бога, когда сердце направлено на Бога, устремлено к Богу, доверяется Богу, видит руку Его, покоряется Его всемогущей воле. И тогда утешение Господне близко. И тогда можешь петь, выйти, так, как Господь говорил. Потому что, вот брат приводил примеры, потому что во всем сознаешь, что Господь, который не делает ошибок, Господь, который благ, Он ведет меня тем путем, по которому мне должно идти. И в таких обстоятельствах, вышла замуж или не вышла, есть муж или нет, есть жена или нет, строится или не строится, и в каких бы обстоятельствах ты ни был, ты не одинок. Потому что близость Господа, она восполняет и никогда не сравнится ни с чем тем, что мы можем получить от людей. И вот в этом состоянии и был до какого-то времени пророк Иеремия, и совершал это служение и свой путь. А потом у него произошло другое, другой вид одиночества. Это страшное одиночество. Вот здесь вот он говорит, «Под тяготеющей на мне рукой твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование». То есть он посмотрел, обратил свой взор не на Бога, а на себя. И он обиделся на свою судьбу. Он негодует на свою судьбу, на обстоятельства, которые его постигли. Братья и сестры, если мы начинаем видеть себя, если мы начинаем жалеть себя, видеть обстоятельства, но перестаем видеть Бога, тогда нами овладевает страшное одиночество. И тогда действительно и самая трудная доля моя, и самая горькая чаша моя. И так далее у Любови Васенина есть такой прекрасный стих. Она как бы вот смотрит, смотрит, а потом начинает смотреть на Иисуса Христа, которую долю, которую Он принял, чашу, которую Он выпил. И уже чаша горькая, не моя. А чаша горькая у того, кто ради того, чтобы меня избавить, пил эту чашу и долю такую скорбную тяжкую принял. То есть, братья и сестры, когда человек начинает смотреть на себя, жалеет себя и теряет из вида Бога, это всегда приводит к унынию, к ропоту, к огорчениям, к обидам на Бога, к разочарованию и, может быть, даже к отчаянию и к самым-самым страшным последствиям. И поэтому очень важно, чтобы во всех обстоятельствах, постигающих нас, мы старались не смотреть внутрь себя, не обращать на себя внимание и меньше жалели себя. Нам так хочется себя пожалеть. А чтобы мы доверялись Господу, Господь пожалеет и сам Духом Святым пожалеет. Бывает и через людей близких так удивительно утешит, когда мы действительно доверяем судьбу свою и обстоятельства свои Господу. И тогда не скажем, Господи, я надеялся, что будет все хорошо, и так все когда-то в моей жизни начиналось, и я представлял себе, что у меня такой счастливой судьба моя сложится, жребий такой будет благословенный, а вот так получилось, и почему, и что я хуже всех, смотреть на Господа. Какой же выход, если оказался то в таких обстоятельствах, какой же выход? Бог говорит пророку, на это сказал Господь так, если ты обратишься, то я восставлю тебя. Братья и сестры, обратишься, значит повернешься, повернешься от себя ко мне. Вот этот поворот, мы должны его постоянно в себе производить. И наше я, оно так хочет, вот какого-то вот поплакаться и так далее. Неплохо, что мы плачем, это нормально, но плачем перед Господом, изливая душу свою, и прося у Него милости, это хорошо, но чтобы мы не были наполнены самосожалением, а чтобы мы обращены были к Господу. И подправлять себя всегда надо в эту сторону. Обратишься, понятие обратишься, это не есть понятие постоянно, нам всегда надо себя так вот, ну как бы вот в напряжении держать, потому что чуть послабишь, и нас опять вот сюда, обратимся не в ту сторону, куда надо, и опять на нас навалится и тоска, и чувство одиночества, и все-все, что угодно. А вот так вот себя, вот в напряжении, обращение к Господу держать. И Господь говорит, я восставлю тебя, вот сейчас ты разбитый, вот мы читаем Иеремия, он сейчас в тяжелейшем состоянии, у него тяжелейший духовный кризис, но если ты обратишься, я восставлю тебя, и ты будешь предстоять пред лицом моим. Когда Господь восставил, тогда снова чувствуешь, что ты стоишь, тогда снова чувствуешь, что ты есть, ты не какой-то раздавленный, жалкий, а ты чувствуешь, что ты есть. У Веры Кушнира есть строчки такие интересные, в моей жизни случается всякое, то иду по тропинке из роз, то бреду недобитой собакою, и дороги не вижу от слез. И так бывает, и так бывает. И там она говорит, я зато благодарна Создателю, что от спеси меня бережет. Он живущий во мне подсознательно разраститься в душе не дает. Господь это допускает, братья и сестры, но тогда, когда Господь тебя восставил, тогда, когда ты чувствуешь, что ты снова есть, ты снова как бы собранный, у тебя есть какая-то внутренняя опора, тогда стоит жить, и хочется жить, и дальше идти за Господом, и как-то свет видишь перед собою, и будущее не кажется таким мрачным и беспросветным. Для этого надо держать себя всегда в состоянии обращенном, повернутом к нашему Господу. И последнее, если ты извлечешь драгоценного, изничтожного, вот в этой скорби, в этих переживаниях, одиночествах, братья и сестры, что можно извлечь драгоценно? Если вот мы доверяемся Господу, видим Господа, я на два благословения коротко обращаю внимание, которые мы можем вынести. Первое благословение. Я сделаю для тебя, для этого народа крепкую стену, и будут ратовать против тебя, но не одолеют. То есть трудности не сломят. Будут ратовать, но не одолеют. Много уже что ратовало, братья и сестры, много что ратовало. Но если мы будем в Господе, не одолеют. Если обращены будем сердцами своими к Господу, будут ратовать. Много уже пережито, много уже осталось позади, а много еще придет. Испытаний, и скорби, но если в Господе будем укрыты, то не одолеют. И еще одно такое чудное благословение. Он говорит здесь, «Ты будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Братья и сестры, то есть ты сможешь оказать помощь другим. У тебя будет что сказать другим. Из вот этих жизненных скорбей ты вынесешь благословенный опыт, и к тебе люди будут тянуться, чтобы от тебя получить утешение. Согласитесь, братья и сестры, нам так нужны, нам нужны люди, в которых мы видим живое упование на Бога. Правда? Нам нужны люди, мы хотим общаться с теми, мы ищем тех людей, в ком мы увидим, что он доверяется Богу и стоит в Боге. И нас к таким людям тянет, и мы сможем стать такими людьми. Мы сможем кому-то помочь. Словом ободрения, словом утешения, не так дорого это слово, они будут обращаться к тебе. Ты будешь, как мои уста, то есть моими устами Бог кому-то поможет. Моими устами Бог кому-то руку подаст, и быть орудием в руках Божьих, это так чудесно, это так радостно. Простите, я еще одно стихотворение процитирую, пусть оно будет как бы пожеланием для вас. Это тоже вера Кушнир. Сама тону, сама из узкой проруби за скользкий край цепляюсь рукой, сама едва иду с осанкой сгорбленной, сама давно утратила покой. Но вдруг из тьмы чужой души доносится до слуха зов, спаси от злых стихий, я погибаю, мучает бессонница, спать не дают грехи, мои грехи. И я в ответ, забыв свое страдание, спокойно говорю, я помогу, и назначаю поскорей свидание, навстречу брату, не иду, бегу, и чувствую, как силы прибавляются, что их, пожалуй, хватит на двоих. Его глаза мне тихо улыбаются, я благодарное сердце вижу в них. Не говорю о том, что погибающий, он спас меня от бездны подо льдом, что он помог мне, горе утопающей, и спас меня своей большой бедой. Вот так, братья и сестры, когда служим ближним, когда Господь нами пользуется, через это мы сами получаем от Господа ободрение, утешение, и с Божьей помощью будем и сможем дальше идти, поприще свое совершить, труд свой свершить, у нас ответственность перед детьми, которых нужно еще воспитывать, поднимать, перед Господом за личную святость и личную верность. Кроме того, Господь может сделать нас полезными, как Его уста, если мы в обстоятельствах нас постигающих будем доверяться Господу. И поэтому такой вот кризис Бог допустил в жизни пророка Иеремии, чтобы оставить для нас эти хорошие уроки, хорошие примеры. И дал бы Господь, чтобы мы никогда не чувствовали себя одинокими в обстоятельствах нас окружающих. Господь дал нам чудное обетование, с Ним я в скорби. Это обетование для тех, кто возлюбил Господа. Будем утешаться Господом, обращать свои взоры не внутрь себя, а к нашему Господу. И Господь утешит, и по верности своей проведет, и усмотрит нужды наши, и доведет до встречи с Ним. Аминь.